Добрый вечер, в эфире Одесса мечты. Для вас работаю только Гвоздецкая, Олег Михайлик. Сегодня говорим об одесских гаражах. Дела гаражные. Что же будет с этими строениями? А почему говорим? Потому что в Горсовете инициирован вопрос о том, чтобы изменить механизм выдачи разрешения на их установку. И тут возникает одновременно другой вопрос. А что же будет с теми, которые уже существуют в одесских дворах в массовом количестве? Будут ли их сносить? На эти вопросы отвечают наши гости, депутаты Одесского городского совета Роман Сенек, Петр Обухов, Алексей Еремица. И также в этой студии присутствует Александр Бадай, член ревизионной комиссии потребительского общества «Пенсионер авто». И сразу задаем вопрос нашим телезрителям. Сегодня он звучит так. Как говорил один из классиков, граждан испортил квартирный вопрос. Такое создается впечатление, что в Одессе одесситов может очень сильно испортить гаражный вопрос. С одной стороны, принимают какие-то решения о новых правилах установок гаражей во дворах. С другой стороны, никто, как мы понимаем, особо не считается, снося многие десятилетия существующие парковки, автостоянки. И эти машины, которые там хранились, появятся на улицах нашего города, наверное, в тех же дворах. Ну что же, Петр, инициатива принадлежит вам – изменить схему выдачи разрешений. Давайте сразу разделим. У нас есть стоянки гаражной кооперативы и есть гаражи во дворах. И мы говорим сейчас только про гаражи во дворах. Потому что стоянки кооперативы – это совсем другой вопрос. Но о них поговорить сегодня тоже придется. Ну можно, это другая история. Да, но это абсолютно разные две вещи. Просто, чтобы люди не пугались. Никто никого не будет сносить. Ну, люди не то, что не пугают. Людей уже действительно сносят и во дворах, потому что несколько раз, там, оставляя машину во дворах, не буду говорить адреса, видел лично, когда наклейка незаконная подлежит сносу, там. С одной стороны, с другой стороны, скандалы продолжаются уже, наверное, ну, как минимум полгода, о том, что сносят автостоянки и гаражные кооперативы. Ну, эти сноки постоянно. Началось все с чего? Ко мне обратились избиратели по адресу Пироговская, 7, 9, и там поставили гараж. Он там один. Один единственный гараж. Во дворе. Во дворе, да. Петер, а вот эту историю, извините, я вас перебью, вы рассказывали на комиссию. У нас просто есть кусочек видео, мы с вашей страницы взяли. Чтобы вы не повторялись, давайте посмотрим. Прошу. До меня обратились люди, которые живут на улице Пироговской, 7, 9, что у них во дворе установили новый гараж. И я почав разбираться и объяснил, что гараж был установлен после того, как они обратились к Приморской администрации. И Приморская администрация им дозволила это сделать у этой человеке. Эта человек, она имеет инвалидность второй группы. И, насколько я понимаю, это не та основа, по которой можно получить гараж во дворе. Там это единственный гараж, он выглядит неплохо, и я считаю, что мы должны сделать так, чтобы новые гаражи не появились в наших дворах. И именно поэтому я предлагаю передать повноважение по установлению гаражей, по дозволу на установление гаражей от райадминистрации до виконкому. Чтобы эти вопросы голосовались публично, чтобы мы все видели, на какой уровне, где будет гараж. Ну и, фактически, чтобы это была сложная процедура, чтобы ее очень редко кто мог пройти. Только люди, которые на самом деле имеют на это право. А это именно люди инвалиды первой группы, которым этот гараж нужен. Люди с инвалидностью. Да, люди инвалидностью первой группы, которым нужен гараж, как способ протезирования, без которого они не могут пересылаться. И таких людей, я думаю, не так много, как гаражей в наших дворах. Вы знаете, наверное, каждый депутат по несколько раз в месяц сталкивается с тем, что обращаются люди по поводу установки этих гаражей. И самое главное, что все знают, откуда растут ноги, руки и все остальное. Поэтому я не буду много говорить, я поддерживаю эту инициативу. Просто прекрасно давайте это сделаем. Гаражи сегодня, вот те, которые уже установлены, они полностью заполнили пространство некоторых дворов. Я считаю, что больше проблема даже не выдачи и появление новых гаражей, а как раз ликвидация тех вот гаражей, которые там тянутся еще с 70-х годов, где вообще и близко нет этих инвалидов первой группы, где у них автотранспорт как средство протезирования. Таких людей, ну, сейчас сложно сказать, можно у госпожи китайской запустить эту информацию, но я думаю, гораздо меньше, раз, не знаю, там, в тысячу, наверное, чем этих гаражей по факту. Поэтому нужно испоком наделить, как полномочиями предоставлять места, так и ликвидировать. Тогда, наверное, быстрее это все произойдет. Петр, нулевая история на Пироговской. Там документы были у людей, которые установили гараж? После того, как я подал этот проект решение, мы его на комиссии проголосовали, у меня была встреча с юрдепартаментом. И они, естественно, сказали, что его нельзя выносить на сессию, он там противоречит всем законам. Но у меня было с ними интересное общение. Выяснилось, что нет никакого порядка, который бы регулировал вообще, кому можно гаража, а кому нельзя. Как происходит? Вот один из депутатов сказал, все знают, откуда растут ноги. Откуда? У нас есть положение в райадминистрациях, в которых написано, что они имеют право выдавать разрешение на установку гаражей. Все. На основании чего? Как они решают? Давайте для наших зрителей. Все те гаражи, которые появляются сейчас во дворах, дает разрешение администрация того района, где он появился. Да. И все. Он мне... Там еще на этой встрече был Марат Королев, и он мне такой говорил, у них все документы есть, все. И я, когда мы начали выяснять, а я... Лично оскорбился, вы понимаете? Да, ну понятно, почему он убиделся. Ну претензия, в общем-то, к нему. А там человек с инвалидностью второй группы. И я где-то слышал, что вроде бы по закону имеют право на гараж люди с инвалидностью первой группы, для которых это средство протезирования. Второе тоже может быть. И у которых машина с ручным управлением, то есть у которых ноги вообще парализованы. Я видел одного такого человека, видел, как он передвигается. Так вот, оказалось, что есть два нормативных акта всеукраинских. Первый, это какой-то закон 62-го года еще у СССР, в котором написано, что местные органы власти имеют право выдавать землю под установку гаражей для людей с инвалидностью, у которых машина с ручным управлением. И второе, это то, что распоряжаются этим исполнительные органы местной власти. Ну то есть вот в том числе... Марат Королев. Да. А кому можно, как, какой порядок, ничего нет. И мы стали выяснять, что в разных городах Украины местные светы сами принимают эти порядки. И вот уже на следующую сессию я буду подавать, собственно, порядок. Каким образом и кто имеет право получить гараж новый возле своего дома. Но моя цель сделать его таким, чтобы это был практически никто, чтобы новые гаражи не появлялись. Я только хотела задать вопрос, а не станет ли это таким, знаете, зеленым светом для всех, кто хочет наконец-то поставить гараж у себя во дворе. Но там будет написано, что это может быть только машина с ручным управлением для человека с инвалидностью, у которого это средство протезирования. Алексей положительно высказался на комиссии об этом решении. Мне интересно, что Роман думает по этому поводу. Ну, я как член постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности считаю, что все, что стоит в городе, должно приносить прибыль городу. Я думала, должно стоять в городе в любом случае. Да. И касаемо гаражей, я солидарен с коллегами в том плане, что у нас на сегодняшний день слишком много беспорядка, в том числе и в департаментах, и в райадминистрациях. У нас из-за того, что нет четких критериев, могут выдать бумагу, а потом уже мы потеряем несколько лет для того, чтобы добиться правды и этот гараж оттуда убрать. На сегодняшний день я считаю, что это должен быть новый регуляторный акт, который должен пройти всю процедуру, в том числе и общественные слушания. И Одесский городской совет, как представитель одесситов, должен определить, кто имеет право, где имеет право, в каком виде и тому подобное. Потому что нельзя лишать права тех людей, которые действительно в этом нуждаются. Но те, которые сейчас уже, грубо говоря, они что же, грубо говоря, не нарушают закон, да, они пришли, попросили, им дали разрешение. Все законно. Но... Изятку дали, Плетт. Скорее всего. Кто его знает. Это, знаете, это очень сложный вопрос. Если такие есть, то... Роман, ну подождите, как может быть законно, если вот только что Петр говорил о том, что поставили гараж, хотели поставить его вообще на капитальный фундамент? Ну как может быть гараж, который является временным сооружением, устанавливаться на эти... Поэтому его и реадминистрация же и снесла этот фундамент. Только потому, что ты поднял скандал. Только из-за этого. Слушайте, для кого не секрет, когда вместо гаража, я один такой знаю на Молдаванке, когда гараж превратился в трехэтажное здание и еще мансарда. Ну так у нас такая же ситуация с мафами. Почему мы только говорим про гаражи? Они ставят сначала временное сооружение, потом ставят, переделывают его в капитальные сооружения, потом приватизируют. У нас вместо мафов на тротуаре... Просто АКа это твоя комиссия, а в гараже это больше пик. Согласен, это общая проблема. Но самая главная проблема, почему об этом мы говорим, потому что нет четких критериев. Нету того самого регуляторного АКа, который бы сказал, что это можно, этого нельзя. Господа, послушайте, вообще эти гаражи не должны быть по определению. Почему? Потому что три гаража это пять, а иногда и шесть парковочных мест. А теперь-ка давайте мы разберем. Или одна площадка. Наши, ну сейчас не о площадках, потому что наши, допустим, пятиэтажки, если возьмем эти старые районы, они вообще были рассчитаны, там узкие проезды, там даже парковочных карманов нет. Потому что в то время, дай бог, чтобы на всю эту пятиэтажку было 2-3 авто. Сейчас у нас везде, во всех районах, независимо от стоимости квартиры, практически там, ну если не в каждой квартире, то через одну есть автомобиль, а в некоторых даже и две машины. Поэтому ситуация следующая, при нынешней ситуации, да при том благоустройство, которое есть в нашем городе, оно находится на крайне низком уровне. Мне кажется, вообще разговор о каких-либо гараже, это вообще ни о чем. Почему? Потому что независимо от того, человек, допустим, средство протезирования или нет, да ради бога, сделать ему отдельно паркоместо, условно говоря, которое запирается на замок. В чем вопрос гаража, я не могу понять. Потому что независимо от этого, стенки, расстояния, размеры, причем эти гаражи ставят, да кто какие хочет. У нас вообще некоторые гаражи превращаются со временем в мини-СТО, либо вместо складирования. Да, и наливайки. У меня на округе таких гаражей большое количество. И поверьте мне, с ними бороться администрация не собирается. Органы нас, полиции не собираются. Временами я там каких-то ребят организовываю, они там оттуда их выгоняют, потом они опять появляются. Вы за снос? Конечно, однозначно. Я вообще считаю, что этих гаражей не должно быть по определению, потому что они занимают колоссальное количество места. Смотрите, но Петр говорит не про снос, он говорит снос. А я говорю о сносе. Плюс еще хочу добавить. У нас на сегодняшний момент, по моей информации, ну, как бы статистики никакой нет, никто не дает. Где-то около 20 тысяч гаражей на территории города Одессы. Но это кооперативы гаражные или только дворы? Нет, это о кооперативах. Не о кооперативах, а о гаражах, которые находятся во дворах. Идет только об гаражах, находящихся во дворах, при домовой территории, не входящие в состояние автогорадных кооперативов. Нет, 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 около 20 тысяч. Где-то в районе там 18-19 тысяч, мне сказали. Потому что, ну, допустим, прикинули по району, там по Киевскому району, в районе где-то порядка 5 тысяч. Ну, примитивно умножаем 4 раза, мне информация только по Киевскому району, ну, получаем в районе 20 тысяч. А площадь примерно вы подсчитывали? Не могу сказать. Ну, давайте, если каждый взять 3 на 6 гараж, если... Они платят из ДПТ, то есть за уборку территории. Примерно какая-то... Кому они платят? Ну, ЖКС. Каким ЖКС? Типа гривен 20 они платят. В месяц? Да. Ну, то смотрите, если мы говорим, что гараж это для человека с инвалидностью, то еще и брать с него деньги как-то неправильно. Другой вопрос, вот почему не должно быть гаражей, это вопрос справедливости. У нас есть придомовая территория, вот конкретно этот гараж на Пироговской, это житель квартиры номер 260 какая-то. То есть в этом доме больше 260 квартир, а гараж один. И вопрос, каким образом мы определяем, кому именно достанется это место под гараж. Федор, ну, давайте так, если мы опираемся на ваши утверждения, то он должен достаться человеку с инвалидностью. Правильно. Наверное, не в каждой квартире из 260, наверное, проживает инвалид. Я думаю, вот человеку, у которого есть машина с срочным управлением, я думаю, таких там вообще нет. Но и вопрос в том, что это территория общая, и просто какие-то там 1-2% жильцов считают, что вот тут должен быть их гараж. Ну, вот социально несправедливо. Должна быть гостевая парковка возле дома. И люди должны парковаться. Если он инвалид, должно быть, условно говоря, одно-два места, нарисованы инвалидные знаки, и там человек паркуется. Никаких вопросов. Сколько у нас людей с инвалидностью, которые могут претендовать? Камни китайские не дала. А, мне дала. Сейчас скажу. Скажите, пожалуйста, почему, спрашиваю, если вы говорите, что на территории только одного района порядка 5 тысяч гаражей, важно понимать это соотношение. То есть если вот представить себе, что мы сносим, ну не мы, горсовец сносит, принимает решение сносить гаражи, да ничего они не снесут, они не примут они это решение. Я уверен, что это решение не поддержит. Почему? Потому что райадминистрация на этом зарабатывает деньги. Я вот с Кучуком разговаривал, первым замом, я прихожу и говорю, Михалыч, вот есть такая инициатива Пети, я ее поддерживаю, считаю, очень толковой инициативой. Единственное, давайте мы, может быть, упростим, сделаем это как решение, условно говоря, исполкома, мы будем принимать решение исполкома, как по демонтажу, допустим, незаконных мафов тех же самых, малых архитектурных форм, либо рекламных, допустим, плоскостей. Аналогично, решение исполкома устанавливает, решение исполкома сносит. Понимаете, так очень легко делать. Он говорит, послушай, зачем это надо, давай администрация, вызов, и они все снесут. Я говорю, послушайте, я знаю, что такое киевская администрация, да они уже сто лет сносят эти гаражи. Я помню, когда наша коллега, госпожа Лазовенко, там, где гаражи, собирали люди без определенного места жительства, бутылки, пили водку, у нее под окнами под домом. Слушайте, к сожалению, Алексей Кривович. Так она, член, доверяя делам, близкий соратник Геннадия Леонидовича, эти три гаража сносила, я не знаю, больше года. Сложная процедура, Александр, обязательно дадим вам чуть-чуть позже слова. У нас просто на связи адвокат Григорий Шипитко. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. К вам у нас вопросы в законодательном поле, вообще в поле законности, даже так скажем. Мы говорим о том, что гаражи могут потенциально сносить. И это может быть связано с новой инициативой депутатов городского совета о том, чтобы изменить порядок выдачи разрешений. Ну, автор инициативы утверждает, что никто ничего сносить не будет. Другие депутаты говорят о том, что надо бы сносить. Значит, мнение юриста мы хотим услышать. Насколько это законно? У человека есть гараж. Он считает, что это его собственность. Он даже предоставляет документы из райадминистрации, что он имеет право вот здесь, на этой территории, хранить автомобиль, ну или какие-то личные вещи. Насколько это законно, если вдруг это сооружение решат сносить? Андрей, тут с точки зрения закона вопрос будет индивидуальный для каждого отдельно взятого гаража. И тут вопросы могут возникать и к тем документам, которые являются у людей. Потому что по факту гараж является временным сооружением, которое зачастую предоставлено право тоже на временную его установку в том или ином месте. То есть является ли гараж собственностью или не является гараж собственностью, ну является собственностью сама конструкция гаража. А оставшаяся, то есть земельным участком, на котором находится, собственность громады. И в большинстве разрешений, когда вы выдавали, там есть оговорки по поводу сроков, либо того, что до изменения генплана и так далее и тому подобное. Технически в компетенцию органов местного управления действительно входят такие вопросы. И тут дальше индивидуально. Ряд гаражей в городе есть с отведенными земельными участками. Вот к ним точно вопросов не будет. Ну и Петр отметил, что законно, когда гараж разрешают устанавливать человеку с инвалидностью первой группы, вот если уже вторая группа, то нет. Может быть вы поясните нам, это так, или все-таки более широкий круг людей с инвалидностью имеет право на установку гаража? Там вопрос к физическим группе инвалидности по поводу тех лиц, которые физически требуют передвижения на транспортном средстве, которое требует постановки в гараж. То есть тут более широкий круг лиц, не помню, есть ли подвязка к первой или второй группе. Дело в том, что есть некоторые инвалиды и второй группы в том числе, которые передвигаются на транспортных средствах специальных и для них тоже отводятся. Но вопрос индивидуальный с точки зрения места где, как, тут так обширно. Тяжело ответить, что если человек даже имеет такой параметр, это не значит, что он его гарантированно обеспечит таким правом. Мы тут обсуждали еще так называемые туалетные схемы, когда вроде бы ставится временное сооружение, а потом на его месте вырастает капитальное несколькоэтажное. Вот такая инициатива четко прописать механизм выдачи разрешения на установку гаража. Оно уменьшит подобные истории в городе или напротив увеличит? По логике должно уменьшить. По факту может увеличить, потому что каждый более четко прописанный механизм зачастую имеется еще больше подводных камней. Как показала практика последних нормативных изменений. Сегодня порядок есть, но местами он спорный, естественно. На этих спорных… Любой спорный момент юридический пытается развернуть в выгодную сторону те или иные группы лиц. Поэтому мы получаем такие схемы, когда сначала временное сооружение, потом временное превращается в капитальное, потом на капитальное. Получается право на земельный участок, а потом реконструируется в десятиэтажке гаражей. Григорий Шипитко, адвокат. Маленькая ремарка, вот прям навел на мысль Григорий. Я понимаю, почему два депутата в этом, ну, кроме Романа, два депутата в этой студии утверждают несколько разные концепции. Один говорит о том, что сносить не будут, потому что это просто не добавляет электоральных бонусов. А второй говорит, что надо сносить, потому что он считает, что это ему добавит электоральных бонусов. Нет, вопрос вообще не в бонусах, вообще не в электорате. Я считаю, что в городе должен быть порядок, и нужно приводить город в нормальное состояние. То есть облик европейского города. Я считаю, что все эти гаражи, это такая, ну, знаете, чисто совдеповская тема, когда у людей не было ничего своего, даже права собственности не было на квартиру, на недвижимость, был орден, либо удостоверение, могли человека теоретически переселить куда угодно. И вот этот гаражик, условно говоря, это было там, хотя тоже оно являлось право собственности, какое-то место, где что-то можно было сложить. Плюс так получилось, что одна война, революция, вторая, что людям даже не хватало этих квадратных метров, и гараж превращался даже не в место хранения автомобиля, а в кладовку, место хранения санок, елки, старых вещей, чего угодно. Вы понимаете? Которые потом можно будет в будущем хорошо продать. Что весь этот хламидник и все, что происходит в нашем городе, нужно приводить в порядок. Вы где-то видели в Будапеште, в Париже, в Берлине, в Варшаве вот такое количество этих гаражей? Я вот не видел, я очень часто бываю за границей. Скажите честно, вот следующие местные выборы, вы бы предложили? Да, однозначно. И делать это нужно сейчас, для того, чтобы никто не боялся, ни мэр, ни депутаты, что завтра выборы, и нужно заигрывать с населением, с избирателями. Потому что порядок нужно наводить сразу, понимаете? И нужно не бояться ответственности. Алексей, я тут с вами в принципе согласен, потому что в действительности то, что происходит во дворах, это в действительности наследие такого непростого советского прошлого. Но с другой стороны, это все однозначно должно быть урегулировано. К сожалению, все эти... Так они незаконно стоят, что регулировать? Они незаконно стоят, эти гаражи. Я поэтому и говорю, что должно быть урегулировано. Если они незаконны, они должны быть снесены. Вам бы только сносить. Вам что надо строить? Вопрос в том, что почему, обращая внимание на гаражи, гаражи во дворах, детские сады, а не гаражи и будки, сносят те гаражи, которые никому не мешают, и эти скандалы сопровождают. Такого нет понятия, никому не мешают. Их не должно быть. Есть гаражные кооперативы? Пожалуйста. Мы пытаемся передать слово Александру, который имеет отношение к гаражам, находящимся возле аэропорта, как известно. Да, улица Аэропортовская, Щёрце, да. А, простите, но там тоже вопрос со снесением актуально. Это у нас гаражный кооператив, если называть его правильно, с 1976 года. То есть история этой стоянки гаражной начиналась как стоянка номер 18. Еще в советские те времена была выделена территория специально, в большом размере 2,97 гектара, под строительство, именно, то есть под обслуживание автомобилей в качестве стоянки. И проблем не существовало. У этой стоянки были документы на право пользования землей, землепользования, до 2005 года. Впоследствии, почему-то по неизвестным для нас причинам, договор аренды не был продлен. В 2005 году? Да, с 2005 года. Стоянка находится на, вброшенном, грубо говоря, состоянии, с точки зрения, что мы не, земля у нас официально не оформлена. Но гаражи стоят? Но гаражи стоят. Гаражи эти строились средствами, личными средствами населения. Я лично участвовал в строительстве, когда расчищался эта площадка, еще будучи молодым совсем человеком. Пользуясь тем, что сейчас мы находимся территориально на земле, да, находимся на земле городской, вот, но официально договор аренды у нас с городом не заключен, хотя мы хотели бы, чтобы этот договор был арендой, и мы бы платили городу, и официально, и была бы прибыль городу, но, к сожалению, непонятным нам причинам... То есть с 2005 года за эту землю фактически город ничего не получает? У нас заключен договор с Одесс парксервисом, с которым мы выплачиваем ежемесячно 44 тысячи гривен. А сколько всего гаражей, либо автомобилей, паркомест? По учету у нас 680 гаражей. Зафиксировались на этой мысли, у нас просто есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. У меня такой вопрос к господам, в том числе и депутатам. Законодатель предоставил право о бесплатной приватизации места под гаражную стоянку. Вот каким образом, по их мнению, люди могут воспользоваться этим правом в городе Одессе? Спасибо. Где-то такое предоставлено? Каким законодателям? В каком документе? В каком документе это предоставлено? У нас остался зритель на связи? Мы знаем этого зрителя. Это Коган. Мы не знаем. Мы не знаем. Роман, вы можете прокомментировать? Ну, наверное, это вопрос больше к юристам. На самом деле это реально проблема, что если выделяется земельный участок, и ему присылаются кадастры номеры с этой стоянкой, то его можно реконструировать. Расскажи, аж ты рука. Нет, давайте мы закончим, если можно. То есть 2005 года земельный участок не находится в пользовании гаражного. В пользовании не находится. Все попытки организации заключить договор безуспешны. А какой Асеросадрес? Не понял. Это Шорса аэропорт. Это Шорса аэропорт. Соседи аэропорт. Как это вы не находитесь, если вы платите парксервису? Значит, у вас с ними договор. Но вы платите парковочный сбор, значит. Да, но у них земли нет. Лайм парковочный сбор. Ну, зачем? Мне не надо им давать землю. Можно я? Ага, вот вы получили ответ от депутата. Я прошу прощения, что мы хотели бы, и это было бы правильно, чтобы мы получили договор аренды земли на право пользования. А зачем вам земли? Нет, зачем она вам нужна? Вы платите парковочный сбор, этого хватит. Я вам рассказываю. Вы сейчас только что обсуждали, что нужно сносить гаражи, которые внутри домовые, правильно? Куда эти машины будут уходить? Мне интересно. Куда вы их будете девать? А у нас простое решение проблемы. У нас территория позволяет построить второй ярус. Это еще, смотрите, еще 680 гаражей. К нам может добавиться, свободно. Это уже совсем другая история. Причем делать это будет не за счет города, а с собственными средствами. Дайте мне возможность сказать пару слов. Смотрите, вот я, мы в вашей студии неоднократно обсуждали проблемы других трех кооперативов. Чайка, Сокол, Вираж. О которых я упомянула в самом начале. Которые возле аэропорта непосредственно находятся. И еще один на Радостный, который уже практически, там не гаражный кооперативный, а автостоянка, который снесли, фактически снесли. Да, и вот там по той причине, что у них нету, как бы, права пользования этой землей, их сейчас пытаются оттуда выдворить. В нашем городе больше миллиона автомобилей. Вот по статистике ГАИ там все время отчитывается, больше одного миллиона автомобилей. Это официальная информация? Да. Они вот, я недавно смотрел статистику, показывали, что... Может, в области вы имеете в виду? Нет, именно в городе. Как на каждого человека по автомобилю? Ну, у кого-то 2, 3, 4, у кого-то 10. Ну, вы что, не знаете? Реально такая статистика. У меня нет, я признаюсь честно. У меня нет. Ни одного. Такая статистика. Роман, мы не будем спорить. Потому что времени, к сожалению, не так много. Я это веду к тому, что вот гаражные кооперативы и там гаражи во дворах, это еще с советского времени. Это, в принципе, неплохая идея для того, чтобы люди имели где поставить автомобиль. Чтобы он не стоял во дворе, а чтобы он стоял в гаражном кооперативе. Я считаю, что эту проблему, о которой мы сейчас говорим, нужно решать в комплексе. Потому что для того, чтобы человек не строил или не искушался возможностью поставить гараж во дворе, у него должен быть где-то в районе 3-4-5 кварталов площадка. Пусть это будет городской паркинг, пусть это будет какой-то другой вариант. Но оно должно быть. Но то, что мы видим сейчас, гаражные кооперативы сносят. По разным причинам выдумывают, находят и так далее. И по разным схемам. И вместо них вырастают высотки. Там где-то есть паркинги, где-то нет. Но в советское время у людей была проблема, как говорил мой коллега, с квадратными метрами. Она не изменилась, эта проблема. У людей, у большинства людей проблема с квадратными метрами так и остается. И гараж это своеобразное место, где можно действительно что-то положить и так далее. Это в принципе неплохо. Но я поддерживаю то, что во дворах этого быть не должно. Но когда мы говорим о людях с инвалидностью, это как раз именно с советского прошлого тянется по сей день. Все люди идут в гаражный кооператив, а те, кому сложно, имеют право иметь это возле дома. И для того, чтобы не было манипуляций и не было и возможности райадминистрациям брать взятки с людей, нужно четко поставить документ, где будет написано. Всем людям вот там, людям с инвалидностью, можно вот здесь и отвезти эти места. Потому что я вот здесь со своим коллегой Александром Ковачевым не соглашусь. То есть парковочное место это хорошо, но у людей действительно должно быть место, где кроме машины можно еще что-то поставить. Это люди, с которыми в жизни сложилась такая сложная ситуация, поэтому сам гараж в принципе это неплохо. Просто он должен быть упорядочен, должен быть правильный вид. А когда сделать вообще по-другому. Есть современные европейские, американские варианты, когда строятся определенные, условно говоря, площадки, где люди могут хранить. Ты арендуешь бокс и хранишь свой всякий хлам, понимаете? А не устраивать сбор хлама у себя во дворе. Да послушайте, ну в Украине, не в Украине. Мы живем по европейским ценам, платим за электроэнергию, за топливо и за все остальное. У нас уже цены на недвижимость растут и так далее. Поэтому давайте-ка мы будем уже как-то уходить от этого коммунизма и от всякого говна, извиняюсь, уже не все во дворе. Вы думаете, что вот эта инициатива Петра, которая может упорядочить вот эти выдачи или упростить снос, она в действительности упорядочит и упростит снос? Она, это часть инициативы, я бы ее усовершенствовал. Я бы вместе с тем, чтобы запретить людям устанавливать гаражи, определил еще места в городе, где можно людям оставлять свои автомобили. Это должны быть социальные парковки, где ты будешь платить не 50 гривен за сутки, а будешь платить там, грубо, 10 гривен за сутки. Это для людей, которые живут в этом городе. Потому что нельзя так. Вот мы сейчас всем обрежем, скажем, все, нельзя. Не паркуйте, не заезжайте, не ставьте. А где ставить? Арман Итальевич, смотрите, вот гаражи еще раз повторяю. Вот три гаража, это пять парковочных мест. У нас во дворах, если мы убираем эти чертовы гаражи, мы увеличиваем количество парковочных мест. Нужно это четко осознавать. А иногда вместо этих пяти гаражей, условно говоря, можно и восемь поставить. Потому что там Бог весь, кто как себе строил. Есть там в старых районах дворах из камня, из ракушника, шире, уже. Там с определенными просветами. Ну, не хочу там как бы вспоминать, мы все дети по этим гаражам бегали, не знаю, там советские дети. Алексей, вы когда говорите про квадратные метры, я вспоминаю, был я недавно в одном паркинге, и там собственник, который строил этот дом, умудрился продать подход к пожарному счету. Замечательно, у нас есть сообщение на Вайбер от телезрителя. Единственное, добавлю к словам Романа, высотки на территории гаражных кооперативов нынешних, но в случае с аэропортом вряд ли. Ну, кто построит высотку? Он себе подрежет землю. Позвольте, я еще на дорогу. Секундочку, я озвучу вопрос от зрителя. Что делать людям, чьи гаражи хотят снести? Речь о гаражном кооперативе недалеко от аэропорта. Ну, вероятно, это мы опять возвращаемся к тем перечисленным. Ответьте, пожалуйста. У нас, вот это вообще концепт, вопрос мы теперь про гаражные кооперативы. В гаражных кооперативах, насколько я знаю, в Одессе примерно 60 тысяч автомобилей хранится. И я считаю, что город должен запустить программу перестройки их в многоуровневые паркинги, чтобы они занимали меньше площади. Что предлагает Александр, собственно? И вот, собственно, ответ, куда деть эти машины, которые из аэропорта. Кто должен это финансировать? Город. Кто вообще должен этим вопросом заниматься? Смотрите, это не город. Речь идет о том, чтобы снести непонятно что с землей. Где-то кому-то что-то мешает построить высотки. Пока этим не занимается город, то каждый занимается сам. И кто-то берет и реконструирует их высотки. Никто-то. Ну, к тому же, не кто-то. Переолок Азарова, там паркинг находится двухуровневый. Сейчас господин Ткач и со своими коллегами хочет там построить сколько? Пяти- или семиэтажный дом. Мы давали, я за это голосовал, потому что реально паркинг на Азарова переулки. Я сам там очень часто паркую машину. С детьми хожу на пляж. Это вопросов нет. Ну, там теперь хочет высотку построить, понимаете? Алексей, это мне сразу напомнило паркинг, многоэтажный паркинг возле привоза, который превратился в торговый центр. И подземный паркинг на Греческой. Там другая ситуация. Ну, на Греческой еще, так сказать, третья. Еще раньше. А по Пантелеймоновской, Климовской, этот новый привоз, там немножко история другая. Почему? Потому что наш народ, он паркуется бесплатно в нарушении правил дорожного движения, вдоль трамвайных путей. И он не хочет спускаться вниз и платить условно говоря... Нет, вы выпутаете. Я сейчас говорю о другом паркинге. Нет, я говорю сейчас о другом паркинге, который превратился в торговый центр, который... Остров? Остров. Ну, вот я приезжал сюда. Который должен был быть очередным паркингом. Олег, ну вот я ехал на эфир, там есть два этажа паркинга. На первом этаже 52 свободных места, на втором 76. Вот прямо сейчас я ехал. У нас на связи телезритель. Добрый вечер, вы в эфире. Он пустой. Можно задать вопрос господину Обухову? Пожалуйста. Первый вопрос. Господин Обухов, не показывайте жителям города свою безграмотность в знании законодательства тех людей, кому положены гаражи. Вы просто безграмотный человек, и вы используете эту тему для своего популизма. Это первое. Второе. Гаражи положены не только инвалидам первой группы, а, да будет вам известно, тем, у кого машина является средством протезирования в том числе. Третье. Как быть с гаражом вашего босса, господина Гончаренко, на улице Гагарина за школой, который у него расположен и является собственностью. Петвертое. Перестаньте заниматься популизмом. Давайте предлагать конкретные вещи, а не тот цирк, который вы устроили с улицы Черняховского, где поставили зубья, которые не из бетона, и уже которые выломали. Вы смеетесь очень зря. Понимаете? Вы сначала закон почитаете, а потом говорите, кому положены гаражи, и положено ли людям вообще. В том, что масса гаражей, которые расположены во дворах, они без документов, я с вами согласен. Но не надо вводить всех людей в заблуждение, не надо сеять панику в городе. Спасибо вам за звонок. Давайте я отвечу. Давайте сначала я. Мы всегда толерантно и очень дружественно относимся всем, кто к нам приходит, и поэтому всех зрителей, которые хотят задать вопрос, просим относиться к нашим гостям именно так. Ну, смотрите, если бы человек внимательно слушал, что я говорю, то он бы слышал, что я цитировал позицию юрдепартамента. Я сам не юрист. Первое. Второе. Я пять раз повторил, что это люди с инвалидностью, у которых машина — средства протезирования. Человек как будто бы делает вид, что он этого не слышит. У меня нет босса. Но конкретные гаражи, которые на Гагарина, если у них нет документов, их тоже надо сносить, я не против. А если есть? А если есть? Понимаете, господин Королев скажет, документы есть. И на самом деле... А для этого мы должны принять порядок. Зритель сказал о праве собственности на какой-то каменный гараж. Ну, мне об этом ничего не известно. Вы понимаете, вот если посмотреть на голосование, 62% телезрителей говорят, что им гаражи не мешают. И в этом есть определенная логика. Потому что, я думаю, это люди в том числе... Звонят владельцы гаража. Владельцы гаража. Для того, чтобы этим людям, скажем так, чтобы они отказались от гаража, нужно предложить альтернативу. Эта альтернатива должна быть исключительно за городские деньги, исключительно силами городских там департаментов. И это должны быть нормальные паркоместа, в нормальной доступности там полкилометра, километр, чтобы люди могли спокойно приехать домой, высадить семью, выложить свои вещи, поехать поставить и быть спокойными за свое время. Роман, именно поэтому депутаты Горсовета за инициативу Обухова голосовать не будут. Почему? Как раз я все, с кем я говорил, все за. Я проголосую, однозначно. От всех фракций. Суть заключается в том, что мы поддерживаем подобные инициативы. Но я бы хотел, чтобы инициатива была более широкой. Чтобы она не заключалась только кнутом. То есть, ну, нужен еще и пряник. Выгнали человек и все. Обеспечь место. Господа, еще смотри. Вот три гаража было благоустройство Королева-16. Это наше общежитие, горлектор транспорта, еще Зелентрес находится. Я тоже участвовал в этом благоустройстве. Бесплатно подарил там детскую площадку в виде трамвая. Ну, и не в плане там своей рекламы. Там было три гаража. Ну, произошло именно так. Ну, произошло, да. Три гаража. Фирму не назвал. Три гаража было. Значит, я помню, я присутствовал. В том числе и господин Труханов, как убеждал этих трех жителей и объяснял, что, друзья мои, ну, во-первых, документов не было на гараже никаких. Я вам хочу сказать. Вообще никаких. Так там сейчас стало шесть машиномест. Вот простая ситуация. Их снесли. Здесь сделали три машиноместа, заасфальтировали разметку. Три машиноместа. Вот вам, как говорится, гешефт. Вот вам польза жителям. Потому что получается так. Поставил три человека гараж, это, условно говоря, еще двум-трем человекам паркоместа. Вообще не должно быть никаких гаражей никому во дворе. Ни инвалидам, ни ветеранам, никому. Не должны быть паркоместа. Есть инвалид, давайте-ка мы организуем в этом дворе два места с пометкой «инвалид». Даже замок туда поцепим и дадим этим инвалидам, чтобы они могли парковаться. Это гостевая парковка. Это территория города Одессы для жителей всех этих домов и дворов, а не только для собственника этого гаража. Алексей, вот на этой яркой эмоциональной ноте вынуждены закругляться. Давайте подведем итоги голосования. Поддерживайте леснос гаражей во дворах. Да, от них нужно избавляться. Я поддерживаю. 38 процентов. И большинство утверждают, 62 процента, утверждают, что не мешают им гаражи. В этой студии были депутаты городского совета Петр Обухов, Роман Сенек и Алексей Еремийцев, Александр Бадай, член ревизионной комиссии по пенсионер-авто. Спасибо вам, что вы нашли время. Актуальная тема. Бурный эфир. Не удалось Александру высказать все, что он хотел. Поэтому, пожалуй, по поводу кооперативных гаражей придется собирать отдельный эфир. С удовольствием, потому что очень много проблем. Спасибо вам, что были с нами. Это проект Одессы мечты. Я Ольга Гвозецкая, Олег Михайлик. До следующего вторника. Далее эфир продолжат новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова